дорогие друзья я приношу свои извинения за видео которые я вскоре удалила дорогие друзья я перепутала не знаю вот что со мной случилось просто реально заклинило понимаете я выдавала лиану розовую за мирабеллу простите меня пожалуйста мои дорогие но вот бывает да со всеми может быть такое прям ну заклинило вот одно твержду что-то мирабелла мирабеллу я вам отдельно покажу вот так выглядит мирабелла очень ранеспелек и севой оригинальный очень вкусный томат простите пожалуйста это вот новинка и он оказался замечательным и очень вкусным и еще покажу сейчас вовсю спеет белая вишня вот я покупала от аэлиты замечательная всхожесть это новый товар томат новинка тонка кожи через фруктовым ароматами сахарным вкусом крупный сладкий так же как и мирабелла дорогие друзья простите меня пожалуйста мирабелла чуть-чуть чуть-чуть покрупнее по рисунку и так она и в жизни на самом деле есть я извиняюсь мои хорошие вот из черри сразу советую вот этих два сорта сразу он ну просто нет слов какой этот томат просто обожаю это сорт это не гибрид очень вкусный просто как сказ сказочный и еще ломтик дыни еще ломтик дыни он крупнее чем этот и такой же вкусный вот три вида белых вот таких вот томатов пока вот буду собирать семена и буду вам показывать и еще чем сегодня я занимаюсь сейчас вам тоже расскажу и покажу приветствую вас дорогие друзья вы как всегда на канале в гостях у елены и сегодня удачно в логе дорогие друзья мое утро я попила кофе хочу подкормить цветочки вот таким вот биогумусом органическим удобрением для всех видов цветочных культур это из экстракта биогумуса холодно ужасно холодно цветочки цветут безусловно но очень холодно буду обрезать шапки уже почти отцветшие хотя так жалко но вот это вот когда они отцветают некрасиво смотрится ой какой запах хоть и погода вот холодная ветер ой я вот так отпустила и мне в лицо запах какой но они вот будут свести другими шапками вовсю очень холодно дорогие друзья это у меня кала которая осталась а хочу вам показать дождь льет льет залила уже нам всего два дня вот они тут тоже гелиотропчики цветут если те разы только вот так измразь такая постоянная влага была создавалась но толком не поливалась то вот всю ночь вчера весь день и сегодня вот только перестал но сегодня по ходу дела он моросит перестает моросит измразь такая то есть не выйдешь не поработаешь и и и дождя как бы особого нет ну вот так вот сегодня значит нарезала я снова что делала вот в дождь моросила конечно я вышла хотела нарезать вчера но я потом зашла потом перестала моросить я думаю быстренько нарежу нарезала я еще значит вот немножко даже замочилась потом бежала карнавал это значит клубничка усики клубничек они уже такие вот прекрасные посмотрите какие вот здесь вот корешочки пускает видите я вот оставляю их вот в таком пакетике немножечко туда влаги но они так у меня намокли и я пока не буду никак ну обливать ничего страшного потому что здесь и так влажно очень много у меня елизаветы она просто шикарная клубника просто прелесть вот такие вот кустики и вот тоже уже здесь видите вот это вот это означает корешочки и немножечко сейчас посмотрю как будет погода дорогие друзья и пойду пойду работать пойду в ящики собирать для них вот как я буду значит их укоренять я потом вам покажу прямо в ящики а потом оттуда пересаживать потому что погода плохая грядок свободных у меня нет и каждый горшочек на грядке я тоже не буду делать вот такая в общем посмотрим может быть каждый горшочек в ящик сложить или же наберу земельки в большие ящики вот в такие вот ящики вот такие вот большие такие вот высокие застилаю я сюда пленкой и делаю там отверстие и сажаю я уже так вам показывала вот еще значит занимаясь вот уже здесь эту корзину всю я заморозила занимаюсь заморозкой вообще перцами занимаюсь я вам уже показывала перчики есть видео и не то и лопать есть в общем вот такой сегодня у меня день нет тепла дорогие друзья по ночам даже получается и 5 градусов и 6 градусов и днем 14 15 ну конечно передают 18 но 18 по ощущениям даже их и в помине нет вот опять начала моросить захожу я обратно то есть невозможно вот никак невозможно что-то вот делать безусловно я оставила все цветет на оставила открытая дверь у меня в теплице и не закрываю даже ночью потому что могут быть бактериальные болезни всякие различные очень страшно дело в том что у меня не замульчирована земля но листья и обрезала я вам покажу посмотрю как будет в этом влоге вот видите очень сильно стало моросить не пойду холодно я немножко приболела работающего городе и я все тут занималась и посынковала на улице значит томаты в общем занималась вот тем что посажено с цветочками и в теплице я поработала два дня очень сильно я уже обрезала нижние листья поскольку помидор здоровый спеет уже и они затеняют потому что солнца совсем весь месяц нету вот вот такая пасмурная погода каждыми днями вот если не льет то моросит все и вот такие дела поработала я очень хорошо скажу занимаюсь сбором семян пока сейчас погода и сегодня планирую снять еще видео о вязании потому что сейчас погода такая хотя у меня есть что делать дорогие друзья заниматься вот урожая уже полно и томатов и всего вот черри хочу сделать две банки ну то есть вот как-то так перц замариную заморожу как-то так артем приедет уже сегодня среда артем завтра приедет и я на фарширую перчиков голубцов сделаю капуста своя все свое во всю кушаем все все свое вот и сниму снимала я про вязание сама смеюсь почему смеюсь потому что не могу найти один кадр есть одного вообще нет потому что много видео снимаешь скидываю я и просто не могу найти у меня и одна флешка и вторая в общем не важно не важно не могу найти и сегодня сниму вот поделаю немножко дела и сниму сегодня сейчас покажу я что еще делаю дождь идет невозможно выходить на улице на улицу это сломанные у меня с улицы сломались это вот два острых это вот просто зеленый сломался так жалко но я обычно для вкуса его добавляю супы собирала я значит баклажаны и собирала кабачки и перцы я здесь пожарила себе перчиков сейчас буду кушать баклажаны это цукини я уже съела баклажаны еще есть очень вкусный просто слов нет у меня сковородка гриль есть вот здесь вот я и жарила значит пара баклажаны оба кабачков цукини очень много разных дорогие друзья и баклажанов тоже я очень рад за баклажаны сейчас секундочку мои хорошие обожаю просто эти вкусняшки так вот сейчас сюда поставлю лучше я буду взвешивать вот смотрите трюфель вот этот трюфель вот он очень вкусный это гибрид я просто обожаю его я уже снимаю 5 1 крупнее был что-то у меня с этими или я нажимаю сил нету вот ноль и добавляю 315 грамм я взвешивала детям отрывала 2 они были по 400 грамм так дальше буржуй вот он дорогие друзья буржуй вот он по нулям 331 грамм один был 400 вот я отрывала это из ведер на улице которые в ведрах не могу сейчас секундочку нарадоваться этими баклажанами я их просто обожаю и еще у меня сейчас секундочку надо было сразу вот эту штуку снять вот этот баклажан разбойник дорогие друзья но по ходу дела он по-другому не могу найти но конечно они еще там спеют это не ранее но написано скороспелый но пока они у меня еще маленькие эти баклажаны я вам буду тоже показать вот они тут у меня есть но и дракоши так кстати тоже есть так я сегодня на камеру снимаю вот вот это хозяин барин про который я вам говорила вот мне пришлось его снять потому что там ведро уже это по-моему 3 я собираю в ведре они у меня растут 298 грамм хозяин барин он темнеет но почему-то не пойму или пересертится попал один потому что у меня и такие есть а вот в этом ведре вот он такой вот сиреневатый такой один сняла потемнее а этот вот такой это же извините приличный он 296 грамм здесь значит описывается высотой и массой 300 грамм и вот пожалуйста 300 грамм вот один был больше я говорю это вообще нечто когда я увидела я вообще смотрю по описаниям потом смотрю на кусту какие у меня и я просто удивляюсь очень очень много сейчас секундочку тогда мы поговорим с вами еще так разбойник будет обязательно еще дракошку мне король севера усыпанные кусты я просто обожаю этот гибрид это гибрид просто обожаю и буду всегда его сажать не его очень многое посажено или амуромец его столько я просто обожаю его это сорт или амуромец он гигантский до 40 сантиметров длина без горечи я не буду их снимать первое я снимала коротенькие виде помните я вам показывала пожарить себе а сейчас не буду снимать пусть висят мне не надо много пусть даже силы заберут я хочу получить хороший пусть 5 но классных баклажанов зеленая энергия только начинается вот такие там халиф тоже у меня есть значит царская икра тоже по моему уже да они уже дают урожай но я еще не снимала баклажан зелененький я не помню по моему не сажала араб тоже сажала и вот посадила вот такие тоненькие тоже есть это японский это и рачка мне с севера прислала спасибо тебе и рачка в общем когда будут спеть буду вам показ вот сейчас вот они вот три вот этих красавца вот всем советую вот они просто обожаю их так идем дальше вот такие кабачки называется мяч цукини я их просто обожаю дорогие друзья и помните я снимала у дочери когда малышка у нас родилась я помогала снимала вам семена которые я купила цукини разные такие кабачки зеленые разные посмотрите какие они классные просто слов нет я просто объелась и я две штуки испекла я уже их съела это у меня был такой завтрак вместо каши без хлеба с чесночком еще хочу и еще черный если помните вам говорил как я люблю запекать в одном противне положить вот такой положить вот такой баклажанчики даже морковку эта морковка своя и она растет у меня в теплице я вам покажу обязательно покажу просто супер ранее я теперь всегда по краю буду сажать раньше я сажала одно время перестала теперь у меня шикарная теплица огромная и я сажаю лук у меня просто разный какого только нет и море море его это у меня выдранные это просто там спеют кисть томатов я выдернула чуть чуть попозже этот сейла а там есть гораздо крупнее причем я не особо и его и прореживала и вот они растут ну и подумаешь я такой сорву он молочный вкусный как мед морковочка вот такие дела друзья мои здесь у меня я снимала семена это я оставила прокрутить через мясорубку сделать вот и томаты это вот томат чо какао а это аждот черри это гибрид и чо кака тоже гибрид а это значит шоколадный красный внутри перец все это прокручу посмотрите это на глаз добавлю сюда остренького перчику вот этого добавлю сегодня сюда побольше чесночку это я на глаз вам говорю перцы помидоры острый перец сладкий чесночку побольше все это прокручу то так посолю чуть-чуть сахарку и добавлю оливкового масла обалдеть плюс добавлю сюда моего любимого лимонного фруктового уксуса который прям даже с мякотью идет кислотностью 5 процентов на вкус добавляйте все это размешаю оставляю на столе течение двух-трех часов получается закуска обалденное побольше чесночку сюда вот так луку сюда не надо добавлять вот такая вкуснятина значит отсняла вам видео смотрите какая прелесть смотрите что у вас ждет отборные зернышки семян рубинового перца сладкого он просто сказочный вот он мои дорогие и вот так много есть видео я показывал он толстый его можно фаршировать мои хорошие смотрите сколько значит что я из этого перчика буду делать я его буду замораживать вот те что помельче я выбираю крупные семена бирай выбирай с крупными вот пожалуйста ваш любимый маяк вот он тоже здесь это все я буду замораживать очень много перчик перцев очень много я собрала и это не первый раз повторюсь видео вам показывала этот перчик просто сказочный так этим занималась в общем даже если на улице дождь у меня есть чем заниматься томатики вот так вот таким образом я собираю я уже говорила как я его собираю и томаты перцы вот это очень просто и и никаких у меня заморочек с ними нет никакие тут баночки они создают для брожения ничего считая это не нужным уже проверено годами чтобы тут у меня все тут тухло в стаканчиках оставляю в воде я уже показывала в чашечку счищаю оставляю в воде доливаю водичку и оставляю на день не больше вот потом промывая через сито вот так вот сливаю в сито сейчас покажу вам вот в такое видите она у меня на готове сливаю и вот так вот под краном вот так вот с той стороной натираю выходит вся вот эта мякоть и остается зернышки высыпая сюда разравниваю ножом все это для кухни тряпочки на них ничего не липнет потом прям вот так вот я вот сворачиваю скручиваю и вот в такую бумажечку подписанную и здесь они хранятся хорошо в сумочке такой вот бумажная я пока вот тут у меня в банке а потом отсюда наполняется я перекладываю сумочку вот так и все получается прекрасно они потом аккуратно отсюда прям вот сами по себе вот так берете тряпочку пошурваль и все и она в руках ничего не липнет никакие газеты ничего не надо это у меня просто здесь надписи вот такая красота это вот перчик маячок это вот рубиновый а шоколадный я буду позже снимать хочу ответить на вопрос девушки одно и она мне писала про вот этот красный рис что это не для самаркандского для другого плова вот пожалуйста почитайте здесь пожалуйста я вам просто так говорить не буду никогда не надо писать не зная что еще существует рис рис бывает разный розовый он разный восточная кухня традиционно самаркандский плов готовят слабо шлифованного красного риса про вот 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 в этом пакетике вот такой я покупаю я вам уже показывала специально решила ответить потому что слава богу в крупах я разбираюсь так ну что ж на улице просто уже сейчас вам покажу дорогие друзья что там творится у меня пока вот такие вот дела что будет дальше покажу вам конечно не особо хочется даже выходить на улице и очень много дел кругом сыра но ничего страшного говорю как есть артем уже завтра приедет мебель еще нам да привезут потом еще куча новинок мы купили а смотрите не пропускайте наши влоги много еще чего купили и будем вам показать впереди у меня обзоров много а вот посуда придет шикарнейшая и и очень много мне прислали пловер точка ру который казан прислали и плов дорогие друзья я души вам советую от души мои хорошие советую вам именно этот сайт почему мои хорошие советую потому что там цены недорогие а товару чего только нет я только надумала сама заказать потому что это на обзор про ним при посылали они сказали что пришлют мне на обзор и на это и еще пришлют мне отдельный подарок какой я вам тоже покажу дорогие друзья василек пришел шикарная тоже постель дорогие друзья еще один сайт со мной связался с постельным бельем тоже покажу то есть мне очень приятно что раньше я отказывалась очень часто многим отказывалась делать рекламу вот такую об на обзор потому что люди очень путают когда нам приходит на обзор а когда мы покупаем вот мебель мы купили много чего он показываем мы говорим что мы купили а иногда пишут что на обзор я реагировала это как-то вот на это а теперь я реагирую ровно понимаете потому что это зависть я реагирую ровно и работаю с рекламодателями и мне очень нравится я считаю что я этого заслуживаю как раз ко мне обращаются такие шикарные фирмы а пловер точка ру это очень шикарная фирма мне она очень сайт магазин очень мне нравится да и со всеми ты декор заказ будет от и декора 5 до не делала я и мне опять роман попросил елена очень хочется с вами поработать то есть вот как-то так а а вот эта красота фростер фирма тоже со мной посмотрите лайк какой шикарный холодильник смотрите мы купили вот что на обзор мы говорим о люди не понимают холодильник мы купили артем его очень долго искал чтобы он подходил по всем параметрам здесь не морозилки нет и он обязательно вам снимет обзор холодильник сказка вот он куда у нас вошел эта сторона не будет у нас закрываться будет открытая а здесь только будет ящик с фасадом очень красиво вот так так что все еще впереди единственное что еще в этом видео покажу постараюсь покороче а девочки не получается много есть что показать вы знаете иногда кажется что и показывать нечего кому-то может быть но я ведь вот столько вам показывать даже вот в этом видео не одно и то же пойду потом пройдет и моросить хотя надо через избрать пройти она потому что на целый день покажу вам теплица у меня спаржа уже есть я уже снимаю спаржевой фасоль в общем покажу вам теплицу еще потому что я поработала два дня там все болит потому что я обрезала листья поливала в общем я вам покажу еще свою теплицу я сама напугалась когда вышла из нее увидела потому что когда листья внизу обрезаешь все наяву все завязи я прям испугалась и конечно много в этом году у меня я вам расскажу какие у меня планы на следующий год вот на айфон буду снимать когда то есть на телефон сниму себя и я вам расскажу какие у меня планы а будут на следующий год но это не знаю что прямо сейчас или следующем видео просто говорю планирую рассказать вам и так я решила перекусить после как перера поработала а потом буду готовить бульон буду готовить щи артем завтра приедет а для себя решила вот такое блюдо приготовить оставались кусочки домашней ветчины которые покупала врузе очень вкусно нам очень нравится лучочек я нарезала томаты перчик когда у меня лето мне хватает овощей вот если бы была сковородка побольше сюда и баклажанов вот и значит и кабачков нашинковала вот так что я сейчас перекушу и вот у меня остался кусочек сыра вот сюда вот положу и пусть будет посолю сейчас и буду перекусывать тут у меня перцы жареные баклажаны в общем я обожаю это дело и без хлеба даже ем и сыта дорогие друзья добро пожаловать ко мне в гости дорогие друзья я буду вам показывать все как буду делать потихонечку я считаю что в домашнем влоге мне кажется лучше это будет но и я тут семена собираю томатов уже море вот данном случае таежный рубин здесь вот уже мирабелла вся собрана ведь остаются вот такие вот штуки вот я бы сейчас угостила вас вот я и их мы кушаем сейчас на салат и конечно только же мы не скушаем я мелко-мелко порублю и заморожу их вот либо томат на пюре там в общем любые заготовки не буду долго в это даваться вот чироки грин вообще такая вкуснятина томат а это видите какой крупнейший томат чемпион веса это вот корн в общем об этом отдельные видео вес сколько значит весит название потом на разрезе и все такое это об них есть я уже сняла видео вот они у меня все 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 тут собираются семена и буду вам делать рецепт артем на улице у нас очень холодно только только прошел вернее утром прошел дождь я вам снимала тоже отдельное видео и артем сейчас более-менее стала пошел косить вот такой вот у него отпуск ну а я вам сниму хоть устала конечно но я вам обещала как я готовлю в различными различные виды фаршированных кабачков такой вот круглый это сорт мячик я его обожаю показывала вам не один год что я его выращиваю так что я сейчас все нарежу чтобы потом ну в камеру не резать вам сейчас все нарежу и так дорогие девчульки хозяюшки и мальчульки если есть таковы хозяина хозяюшки которые тоже готовят вот сейчас все буду вам рассказывать конкретно вам нужны вот такие кабачки круглые цукини вырезаем бока и внутри оставляем вот такое вот место только смотрите не прорежьте и крышку тоже оставляем безусловно значит так я фарширую не только круглые я так фарширую любые кабачки пожалуйста можете лодочкой разрезать можете калютка ледочки разрезать и туда положить все и сложите запечь это тоже я вам показывала значит что я делаю вот такие рулеты это рулет домашней домашнего копчения мне вот очень понравился он и состав очень хороший вот здесь 0 4 килограмма вот ровно половина я сюда использовала но ингредиенты зависит от вас я не знаю какой у вас мячик будет и во первых здесь все равно получается больше у меня получается два таких сегодня я сделаю один а завтра я буду делать другой я люблю их свежими кушать то есть вот эти ингредиенты которые здесь есть половина я использую сегодня половина накрою беру холодильник и завтра я снова спеку еще один таким образом мы с артемом наедаемся и очень вкусно получается смотрите можно брать не только такой рулет это я покупала заповедные продукты это я покупала в да магазине я вам уже делала обзор и у меня еще есть рулет кури из куриного курины из куриного мяса тоже отдельно я вам показывала тоже он как колбаса идет с него тоже можно вот хотите с мясом безусловно но я про это не говорю мясо здесь не существует я говорю вот таким необычным способом потому что мясом вы все знаете я вам уже показывала как с фаршем я делаю это уже тоже есть рецепт до кабачки и кругляшами делала и целиком лодочкой вот я хочу вам объяснить то что сейчас сказать что ингредиенты смотрите сами по вкусу кто любит больше мяса кто меньше вот что здесь у меня значит все что я вынимала из кабачка внутри кабачка я нарезала кубиками здесь семян нет в мячике он молодой если у вас кабачок там внутри семенами семена уберите и часть значит которую вы срежете оставьте ну чтобы не совсем как бы мячик ваш был или кабачок была одна стеночка чтобы была мякоть здесь у меня перец сладкий здесь у меня молодой чеснок здесь у меня томаты здесь у меня зелень это какую вы хотите и здесь у меня лук вот такой и зеленый и репчатый вот все здесь также нарезано и вот это этот рулет кубиками все нарезала кубиками на самом деле способ обрезки то есть нарезки не обязательно делать как я как хотите меня все кубиком и здесь нарезана вы хотите пожалуйста, натирайте. Вот видите, получается здесь большая масса, то есть ингредиентов много, то есть не на один раз. Я так всегда делаю. Хотите на один раз, пожалуйста, вы высчитывайте и нарезайте на один раз. И еще один связующий компонент, ингредиент, это сыр. Полутвердый, твердый. Нарезаем тоже кубиками и тоже по вкусу. Вот видите, как я нарезала по вкусу, дорогие друзья. Я здесь нет у меня, чисто я не выводила на граммы, на килограммы. Просто я вам просто даю способ фаршировки кабачков и цукини, и вот таких круглых кабачков. В общем, одним способом одним словом фаршировать кабачки. Не важно, что там, цукини или кабачок. Круглый или длинный. Можете сюда добавить еще, в общем, посолить, нужно помешать как следует. Так, значит, поперчить. Тут чеснок у меня молодой, тоже по вкусу. И перчик по вкусу. Значит, что сюда можно добавить, дорогие друзья? Сюда еще можно добавить рис. Булгур. Всеми любимый вами, мною я вам уже его раскрыла, и уже весь YouTube с булгуром готовит все. Вот. Добавить. Если вы булгур не любите чуть-чуть риса. Я не хочу добавлять никакого сюда риса. У меня будет овощ, значит, овощ с овощами. Не хочу ничего. Никакого риса. И так будет вкусно. Просто нет слов. Сыр здесь обязателен. Вот. С колбасами не пробовала. Дело ваше. Ну, вот с такими вот рулетами мясными. Значит, я пробовала с бекон. Ой, вру. С ветчиной. И пробовала. Очень вкусно получается. С, значит, куриной колбасой. Такой вот настоящей, натуральной. Я вам уже показывала в этом, в обзорах. Все. Вот. Вот все здесь. Запах стоит просто необыкновенный. Что мы делаем? Здесь внутри мы должны посолить наш кабачок. Или, там, цукини, что у вас будет. Посолим, чтобы было вкусненько. И, наверное, все-таки, ненаверное, а я еще и поперчу его вот так внутри. Вот. Мы любим вот такое со всем. Здесь 5 перцев. Пожалуйста. Так. И будем начинять. Будет очень-очень вкусно. Запекать буду в духовке. Так. Начиняем. Можете сразу заткнуть крышечкой. Можете не затыкать, а потом уже просто в последнюю очередь. Но очень красиво получается, если вы будете там подавать, значит, на стол. Красиво, чтобы было. То есть вы потом снимаете крышечку и чуть-чуть сверху сыра. Вот. И чтобы запеклось на грине. И затем вы крышечку вот так зубочисткой приделываете сбоку вот так, наполовину, как будто это крышечка. И чтобы у вас там было видно, был виден сыр зажаренный. Очень вкусно и очень красиво каждому подать на обед или на ужин, или на праздник вот такое горячее. Так. Ну вот. Видите, сколько ровно получилось. Для меня и для Артема напополам, на один раз нам покушать. Вот. В притык мы. Если у вас тут будет булгур и рис, вы его должны будете обязательно замочить в кипятке. Залить кипятком и оставить ненадолго. Пока вы тут все нарезаете, он набухнет. И сильно вот так не припирайте. Ну, не забивайте сильно, потому что у вас рис еще немножечко будет надуваться и приподнимется. В общем, одним словом, вот так. Все. Вот он мой красавчик. Я сейчас буду его запекать. И, конечно же, вам обязательно покажу свою любимую печку, которая уже делала обзор BBK. Она мне очень нравится. Ну что ж, дорогие друзья. Вот так вот у меня стоит мой бочоночек. Я пока крышечку сняла. Обмазала сверху его маслом. Оливковым вы можете любым. И в противень нужно налить немножечко водички. И вот так вот он у меня готовится. Конечно же, еще лучше, чтобы он в форме какой-то, чтобы форма поменьше была. Вот. Он там будет томиться хорошо и все такое. Но здесь, что мне нравится. Здесь тоже неплохо. Мне нравится то, что он полностью по бокам готовится. И потом зажарится хорошо. А там нужно будет просто раскрывать, чтобы вынимать, чтобы поджарился. В общем, вот этот способ самый-самый лучший. Вот таким вот образом. Духовка просто прелесть. Вверх-вниз у меня. Вот. Вверх-вниз. При 200 градусов. И вот у меня было 40 минут. 20 минут прошло. Ой. В общем, вот так. При 200 градусах я не сильно, я не тороплюсь. Потом я могу прибавить больше. 250 прибавлю. У меня здесь вот есть даже 250. Или... Ну вот, наполовинку. Посмотрим. Но сначала он должен аккуратненько так, не сразу сгорать, а пропитаться соками там внутри, чтобы все это приготовилось. Нужно вот на маленьком огне. Кстати, вот такая печка, она греет очень хорошо. Вверх-вниз. И с продувом. Со светом и с поддувом. Если у вас тут такая встроенная техника, большой духовой шкаф, то там, смотрите, внимательно. Там, возможно, может больше будет нагреваться. Хотя вот здесь тоже духовка. Просто прелесть. Вот BBK. Я делала обзор вам. Мне очень понравилось. Очень духовка понравилась. Мне здесь ничего не надо. Вот просто прелесть. Видите, тена нагревается внизу и вверху. Очень хорошо печет. И пироги, и все. Я просто-просто-напросто балдею от нее. Все тут готовлю. Смотрите, что еще можете... Как еще можете сделать? Взять просивень поглубже. Вот у меня, когда бывают, приезжают дети, или вообще много народу. Беру побольше противень. Я имею в виду высоту. И картошки нашинкую, смешаю с различными приправами, с маслом, посолю. И уже когда увижу, что вот прошло 20 минут, и сейчас по кругу я могу положить картошки. Но я этого не буду делать. У меня противень маленький. И я это не планировала. Просто я вам говорю, что вы можете так сделать. И у вас будет такое вот большое полноценное блюдо. Будет очень вкусно. Еще хочу вам сказать. Вы можете намариновать бедрышков, крылышков, значит, либо в сметане, либо кто любит майонези, с любыми приправами, в общем, любым образом. И разложить сюда вниз. Вот. И там маринация будет все такое. Масло подсолнечное туда добавите. И, значит, потом уже, когда приготовится курочка, можете сверху выложить картофель. Итак, дорогие друзья, вот он. Вот он мячик сладкий. Вкусный. Вот такой вот он внутри получается. Ой, аромат. Укропом, чесноком. Чеснок ведь друг кабачков, скажите. Прелесть. Остынет. И потом я вам покажу. Он горячий сейчас. Вот он готовый. Вот такой. Ну, тарелку надо было, конечно, ниже. Но что есть, то есть. Вот такой вот он. Конечно, мне бы хотелось больше зажарить. Но мне уже дела, надо идти. Вот такой он замечательный. Вот такой вот он классный. Итак, дорогие друзья, вот такая вкуснятина получается. Видите, на срезе как. И он еще горячий, этот мячик. Горячий. Вот. А остынет, когда он прям так, сыр там вот так вот схватывается. И просто вкуснятина. Очень вкусно. И нет никакой влаги. То есть все сочно, все вкусно. Вот так вот он выглядит. Ну, а я сверху сыр не посыпала. Мне не нужно никуда вот это вот никакой красоты. А так можно посыпать сыром. И вот так вот сбоку приделать, как шляпочку с Пашкой. И будет очень красиво. Вот смотрите, какая прелесть. И очень, дорогие друзья, вкусно. Очень.